МОЛОТОВ Через несколько лет после окончания Второй мировой Молотов, на встрече с финской делегацией, вспоминая о зимней советско-финской войне, скажет, мы тоже тогда были виноваты. Ближайший соратник Сталина имел в виду возможность мирного окончания пограничного советско-финского конфликта в 1939 году. На самом деле Финляндия тогда была согласна отодвинуть свою границу от Ленинграда, уступить Советскому Союзу несколько важных островов в Финском заливе, но роковым для мира оказался вопрос о советской военной базе на финском полуострове Ханка. Дело в том, что Балтийский флот, он был в то время тогда мощным и крепким, самым мощным и крепким в Советском Союзе, не имел выхода в Балтику, потому что был заперт в Финском заливе, а ключи от этого замка находились на финском полуострове Ханка. Следует напомнить зрителям, что Латвия, Литва и Эстония были тогда еще независимыми государствами, и использовать их Балтийские порты советский флот не мог. Незнаменитую по определению поэта Александра Твардовского войну мы считаем не локальным пограничным конфликтом, а частью, весомой частью Второй мировой. Субтитры создавал DimaTorzok Начало декабря знаменовалось интенсивным наступлением советских войск большими силами на Карельском перешейке в Приладожье в Карелии. Готовность к зимним боям Красной армии оказалась на удивление низкой. Значительная часть солдат не имела зимнего обмандирования. Не был учтен рельеф местности и отсутствие дорожной сети. В результате советские войска начинали наступление в затылок друг к другу, и финская армия меньшим числом легко останавливала атакующих, нанося им большие потери в технике и в живой силе. В действиях советского высшего командования в первые же дни безуспешного наступления проявилась нервозность, неуверенность, отсутствие тактической хитрости. Свирепствовали военные трибуналы, приговаривая к расстрелу не справившихся с поставленными задачами командирова младшего и среднего звена. В моральном смысле мир безоговорочно признал Советский Союз агрессором. СССР был исключен из Лиги наций. В Швеции и Норвегии открылись бюро по записи добровольцев для пополнения финской армии. В защиту Финляндии выступили правительства Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Гитлер дал указание Министерству иностранных дел не допускать антирусских настроений в деятельности германских посольств. Немецкие газеты не комментировали неудачи Красной Армии в начальный период Зимней войны, ограничиваясь короткими информационными сообщениями. Демонстративно бурной была реакция итальянского диктатора. Триумф Гитлера в Польше вызвал у Муссолини приступ зависти. Мысль, что Гитлер ведет войну без Италии и выигрывает ее, была просто невыносимой. Поэтому Муссолини воспользовался возможностью указать Гитлеру на унизительное положение, в которое попала Германия, из-за вынужденной необходимости одобрить действия Советской России в Зимней войне. Во второй половине декабря морозы в районах советско-финских боевых действий достигли 30 градусов. Свирепый холод был на стороне финской армии, прекрасно к нему готовый. Уже первые бои 7-й армии под командованием командарма 2-го ранга Яковлева на Карельском перешейке показали утопичность планов военного совета штаба Ленинградского военного округа. Темп продвижения вместо положенных 12-15 километров в сутки составлял не более 5-ти. Поэтому на правом фланге наступления войска 50-го стрелкового корпуса в составе трех дивизий вышли к линиям Энергейма только 4-го и 5-го декабря, а на левом фланге, ближе к побережью Финского залива, к 8-му и 12-му. Первая попытка прорыва линии Энергейма в районе реки Тай-Полиньоке на правом фланге советского наступления была предпринята силами 49-й стрелковой дивизии в период с 8-го по 12-е декабря 1939 года. Эта попытка закончилась полным крахом. Дивизия потеряла за двое суток боев около трех тысяч бойцов и командиров убитыми и ранеными. Потери 7-й армии вообще оказались невероятно велики, несмотря на то, что финны не обладали достаточным количеством противотанковой артиллерии и тяжелого вооружения. Только за декабрь 1939 года войска 7-й армии потеряли около 700 танков, в том числе более 120 были уничтожены финнами безвозвратно. К тому времени уже последовала смена командования. Суровый Сталин сменил командарма 2-го ранга Яковлева на посту командующего 7-й армии и поставил на эту должность, и назначил на эту должность командарма Мерецкого, намекая тем самым на его личную ответственность за преодоление полосы линии Маннергейна. Главные события месяца в войне на Западе, безусловно, связаны с боевыми действиями на море. Подводные лодки Германии и минные поля были большой угрозой английскому судоходству вокруг британских островов, а одиночные немецкие рейдеры успешно охотились за судами в Атлантическом океане. Для противодействия им британскому королевскому флоту приходилось снаряжать целые эскадры и гоняться фактически за призраками. Эпоха полного господства авиации на морях и океанах была еще впереди. Германский карманный линкор адмирал Граф Шпее был отправлен в Южную Атлантику за 10 дней до начала Второй мировой, 21 августа, с четкими инструкциями на случай войны. К декабрю линкор потопил уже 9 британских торговых судов. Его командир, капитан 1-го ранга Ганс Лансдорф, придерживался строгих международных правил введения войны на море. Он топил суда противника без гибели людей, давая им возможность спустить спасательные средства, хорошо обращался и с пленными. Это, в конце концов, стало одной из причин гибели германского рейдера. В начале декабря остановленный Лансдорфом танкер успел отправить радиосообщение с точными координатами линкора адмирал Граф Шпее. 13 декабря ранним утром немецкий корабль был обнаружен двумя британскими и одним новозеландским крейсерами. В двухчасовом бою германские артиллеристы вывели из строя два британских крейсера, но и немецкий корабль получил повреждения. Англичане с помощью дымовой завесы стремились прервать тяжелый бой и скрыться. Командир линкора мог бы добить троицу британских крейсеров, но он принял другое, очевидно, теперь неверное решение. Лангдорф вместе с пленными на борту направился в нейтральный уругвайский порт Монтовидео. Так выигранный германским рейдером бой превратился для него в поражение. Уругвайское правительство дало Лангдорфу минимальный срок пребывания в гавани – 72 часа. За это время англичане средствами дезинформации и радиоигры создали впечатление, что в открытом море у входа в порт Монтовидео сосредоточилась крупная британская эскадра. Это был блеф, но немцы ему поверили. Адмирал Граф Шпея, отойдя от причала, неожиданно остановился в широком устье реки Лаплата. Рейдер был подготовлен к взрыву, а его командир заявил, что останется на корабле один. Но офицеры отказались покинуть рейдер без Лангдорфа, и он перешел вместе с ними на камеру. Вечером 17 декабря адмирал Граф Шпея был взорван. Через два дня в гостинице, простившись с офицерами, капитан перворанга Ганс Лангдорф застрелился. По мнению врагов и друзей, это был прекрасный моряк, совершивший роковую ошибку. Заход в Монтеведева оказался ловушкой. История эта имела для немцев неприятное продолжение. Дело в том, что Граф Шпея был оснащен первоклассным радаром «Зеетакт». Англичане купили у правительства Уругвая корпус затопленного корабля, демонтировали и изучили немецкий радар. И вскоре британские крейсеры уже оснащались подобным, весьма важным для наводки артиллерийских орудий, радиолокационным прибором. Война на море приобретала все большее ожесточение и интенсивность. И в то же время на сухопутном фронте царила затишка. А громадные бомбардировщики союзников вместо бомб разбрасывали листовки, как бы приглашая противника к мыслям о возможном мире или хотя бы близких мирных переговорах. Уинстон Черчилль называл эту странную войну войной в потемках. По иронии судьбы, в этих потемках и Черчиллю, и Гитлеру мерещилось одно и то же – захват нейтральной Норвегии. Как западные союзники, так и Германия с одинаковой бесцеремонностью планируют вторжение в нейтральные страны. В декабре Гитлер по дипломатическим каналам трижды получил предупреждение о том, что Великобритания готовится к высадке не только в Норвегии, но и к блокаде шведских железорудных шахт. Командующий военно-морским флотом Германии гросс-адмирал Эрих Редер энергично подталкивал фюрера к решению норвежского вопроса. Альфред Розенберг, идеолог Рейха, пригласил в Берлин лидера норвежских националистов Виткуна Квислинга. После войны стало известно, что Розенберг прямым текстом обсуждал совместные действия в случае захвата Норвегии. Судя по записи в дневнике начальника германского генштаба Франца Гальдера, 14 декабря началось интенсивное планирование приставки Гитлера комбинированной операции военно-морского флота и сухопутных войск по одновременному захвату Норвегии и Дании. К этому времени германские подводные лодки уже получили возможность базироваться в одной из советских бухт под Мурманском, что позволяло им организовать челночные действия в окружающих Норвегию водах. События на морях в декабре 1939 года явно ужесточили войну, которая на сухопутном Западном фронте казалась ненужным никому отдыхом от военных действий. В самом конце декабря Гитлер издал приказ топить без предупреждения в районах жизненно важных для Великобритании и Франции все корабли и суда, кроме плавающих под флагами Италии, Японии, Испании, Португалии и Советской России. Это был явный знак, что Германия победой над Польшей не ограничится. Великобритания на ужесточение германской подводной войны попыталась ответить несколькими массированными бомбардировками Вильгельмскаффена и Киля, основных баз немецкого флота. Эти налеты показали полную неготовность англичан. Самолеты были явно устаревших моделей, ни одна бомба не поразила военный объект, а 14 бомбардировщиков были потеряны. Этот трагический урок поставил английское бомбардировочное командование перед дилеммой или временно отказаться от бомбардировок и найти другие новые способы их проведения. В любом случае, тихоходные английские бомбардировщики в конце 1939 года были пригодны только для самоубийства их экипажей. По поводу неограниченной подводной войны споры длятся до сих пор. На Нюрнбергском процессе подсудимым немецким гроссадмиралом Эриху Редеру и Карлу Деницу было поставлено в вину активное стремление вести такую войну. И были предъявлены соответствующие документы. Но только в одностороннем порядке. А не лишним было тогда же посмотреть и соответствующие распоряжения штабов союзных коалиций. Потому что неограниченную подводную войну вели и они. А сегодня американские и английские исследователи пришли к выводу, что немецкие моряки, за исключением нескольких эпизодов, достойно вели свою подводную войну по-рыцарски. Разумеется, с учетом условий тотальной войны. А в дни Нюрнберга в 1946 году только у группы американских адмиралов хватило мужества и чести заявить, что если судят Деница и Редера, то на скамье подсудимых должны сидеть и они, американские флотоводцы, потому что неограниченную подводную войну вели все без исключения участники боевых действий. А, к примеру, что касается потерь госпитальных судов с большими красными крестами на бортах и надстройках, то наибольшее число таких судов, пущенных на дно вместе с немалым количеством раненых, принадлежало Германии. Несомненно, что в декабре 1939 года западных союзников едва ли не в равной мере с отражением германских угроз занимал советско-финский конфликт. Открытие Советским Союзом полномасштабных боевых действий против Финляндии позволяло Великобритании и Франции задуматься о возможности убить двух зайцев сразу. С одной стороны, оказать решающую помощь в обороне Финляндии, подготовив экспедиционный корпус, куда предполагалось включить и польские части. Представляете, фантастический вариант зимней войны. Польские батальоны, обороняющие Карельский перешеек. С другой стороны, ударом с воздуха уничтожить бакинские нефтяные вышки и тем самым лишить Германию той части значительной нефти, которую ей поставлял Советский Союз. Это были очень опасные мечты западных демократий, потому что осуществление их фактически вынудило бы СССР вступить в большую войну еще в конце 1939 года, но на стороне Германии. 17 декабря начался второй этап зимней войны. Из внутренних советских округов были подтянуты войска, танки, авиация. Бомбардировки финских городов заставили Финляндию обратиться за помощью к Англии. Необходимы были немедленные поставки самолетов истребителей. Англичане начали неспешное обсуждение условий этих поставок. Прямые атаки Красной армии на Карельском перешейке и в Центральной Финляндии никаких успехов не принесли. Кроме больших потерь. Более того, в 20-х числах началось контрнаступление финских войск. 26 декабря Сталин, который по воспоминаниям командующего Балтийским флотом адмирала Трибуца, единолично руководил действиями войск Финляндии и отдавал все необходимые главные оперативные распоряжения, отдал приказ о переходе войск 7-й армии по всей линии наступления к обороне. Потери были невероятно высоки. Бойска боялись продвигаться вперед ввиду чрезвычайной насыщенности мин зоны наступления. И прорыв линии Маннергейма, который казался вначале таким простым и легким, внезапно вырос в серьезную и трудно разрешимую проблему. Хотя, как это сейчас подчеркивают многие историки, укрепления линии Маннергейма и их труднопреодолимость серьезно преувеличивались. Советско-финляндская война в отчетливой степени проявила то, что Красная Армия – это была фактически огромная военно-феодальная структура, где не существовало ни ветеранских традиций, ни поддержки, ни взаимовыручки, которая была свойственна в свое время русской императорской армии. Полки и дивизии фактически были обречены на истребление во имя одной цели – с помощью своей крови и своих жертв преодолеть линию Маннергейма. Вооруженными силами Финляндии командовал маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм, бывший генерал русской императорской армии, путешественник, исследователь Азии, блестящий кавалерист, писатель, знаток этикета и моды. Маннергейм прекрасно подготовил Финляндию к обороне. Уступая на порядок в живой силе и технике, бывший императорский генерал показал, что умение бьет даже такие гигантские числа, которые выставил на поля сражений Советский Союз. Позже, будучи вынужденным союзником Гитлера во время блокады Петербурга, Маннергейм остановил финскую армию на реке Сестре и запретил бомбежки и артобстрелы города. В день 75-летия маршала, 4 июня 1942 года, в Финляндию прилетел Гитлер. Конечно же, не только с поздравлениями, но и с целью заставить финскую армию и участвовать в наступлении на Петербург. Маннергейм вежливо, но твердо отклонил это требование германского диктатора. О разнообразных гранях этой выдающейся личности можно говорить долго. Мы еще не раз встретимся с ним в следующих сериях «Второй мировой день за днем». А сейчас проведем его мнение о знаменитой линии Маннергейма, которая была возведена на Карельском перешейке в 1931-38 годах. Оборонительная линия, воспоминал Маннергейм, конечно была, но ее образовывали только редкие долговременные пулеметные гнезда, до два десятка выстроенных, по моему предложению, новых дотов, между которыми были проложены траншеи. Эту позицию народ и назвал линией Маннергейма. Ее прочность явилась результатом стойкости и мужества наших солдат, а не как на результатом крепости сооружения. К Новому году войны немецкий военно-морской флот потерял 14 подводных лодок. Погибло около 400 подводников. Но в результате подводной войны германские субмарины торпедировали 199 судов. Плюс на минах, выставленных лодками, погибли еще 155 судов. Итогом атак германских подводников было потопление линкора, авианосца, нескольких крейсеров, тяжелые повреждения еще нескольких крупных военных кораблей. Умейте считать, говорил английский флотоводец Нельсен, ясно, что первый период войны на море был выигран германскими подводниками. В этот период войны германские моряки могли бы добиться и гораздо более весомых успехов, если бы не традиционная вражда морского и воздушного ведомств Германии. В Вермахте не было морской авиации, потому что руководитель военно-воздушных сил Герман Герлин категорически возражал против создания морской авиации. Самоуверенно полагая, что Люфтваффе сумеет обеспечить германский военно-морской флот и воздушной разведкой, и авиационным прикрытием. И надо сказать, что в этот период авторитет Геринга, который самоверенно говорил, что все, что летает, должно принадлежать ему, флозак Гитлера стоял гораздо выше, чем позиции руководителя флота гросс-адмирала Эриха Рейдера. Но вместе с тем отсутствие морской авиации уже не раз привело и еще приведет германский военно-морской флот к тяжелым потерям и катастрофам. На сухопутном Западном фронте весь декабрь царило полное затишье. Союзники гадали о наступательных планах немцев, а в германском генеральном штабе в этом месяце разыгрывалась драма планирования. Мы уже говорили о том, что Гитлера тревожило то, что план наступления на Западе был стратегическим повторением плана Шлиффена 1914 года. В любом случае, атака через Бельгию и Голландию не стало бы неожиданностью для командования союзников, которое могло бы запланировать на полях Бенелюксов ловушку для наступающих. Германской группе армии А под командованием генерал-полковника Рунштеда начальник штаба генерал Эрих фон Манштейн предложил свой весьма оригинальный план наступления на Западе. Манштейн предусматривал при тщательной имитации наступления через Бельгию массированный танковый удар через горный массив Орденны, который считался для танков непроходимым. Эстетически это был очень красивый план, и Гитлер сразу в него поверил и почти уже считал своим. Исторически важная встреча Рунштеда и Манштейна с Гитлером состоялась 18 декабря, и, пожалуй, именно этот день определил судьбу Франции, будущее весной 1940 года. Хотя начальник генштаба сухопутных войск генерал Гальдер был изрядно обижен свертыванием его тщательно продуманного, но все же не оригинального плана, и немедленно начал интриги против неуважившего его авторитет генерала Манштейна, Гитлера уже было не остановить. Гальдеру пришлось нехотя подчиниться. Стало ясно, что при переориентации основных танковых сил на удар через Орденны необходимо большая подготовительная работа по сосредоточению войск, и, значит, намеченное на конец декабря наступление против французского фронта вновь откладывается. Военные действия в Европе создали благоприятный фонд для войны Японии в Китае. Заявив о своем нейтралитете в европейских делах, Япония довела состав своей армии в Китае до полутора миллионов человек. Особенности Японо-Китайской войны, в которой, как в болоте, все более увязала страна восходящего солнца, состояли в том, что китайские вооруженные силы были разделены на коммунистические и гаминдановские, откровенно враждовавшие между собой. Это разделение по идеологическим мотивам сильно ослабляло китайское сопротивление. Оба, и Чан Кайши, и Мао Цзэдун, больше думали о захвате единоличной власти, чем о борьбе с японскими агрессорами. Тем не менее, ресурсы Китая, как великой державы, позволяли парировать японское наступление в декабре в направлении на северо-запад. Японская же армия уверенно чувствовала себя в прибрежных районах Китая, где могучий флот всегда мог оказать ей поддержку. В течение всего декабря продолжались интенсивные советско-германские торговые переговоры. Немцы стремились получить как можно больше зерна, нефти, редких металлов, но не торопились расплачиваться высокоточными станками и новейшим вооружением. Переговоры несколько раз заходили в тупик. Сталин был вынужден лично участвовать в переговорах, и, как отмечали немцы, продемонстрировал такое знание деталей, памяти, напор, что германские представители должны были капитулировать. О том, что Сталин внимательно следил за выполнением Германии своих обязательств, говорит и журнал посетителей кремлевского кабинета Сталина. Даже накануне Нового года, 31 декабря, советский лидер принимает нарком внешторга Микояна, наркома тяжелой промышленности Тивосяна и заместителя торгового представителя СССР в Берлине Бабарина. После этого сталинского нажима Гитлер распорядился о пунктуальном выполнении германских обязательств перед Советским Союзом. Подведем итоги военных действий на Западном фронте с 1 сентября по 31 декабря 1939 года. Немецкая армия убитыми, ранеными и пропавшими без вести потеряла 696 человек и всего 11 самолетов. Французская армия, потери 1439 человек. Английская армия на континенте, 3 человека за 4 месяца войны. Сравните эти цифры с потерями обеих сторон в японо-советском сражении на Халхенголе. Десятки тысяч убитых и раненых, сотни потерянных самолетов и танков. Может быть, многое в политике СССР будет от этого сравнения понятнее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сталина накануне Нового года беспокоила неудачно начавшаяся зимняя война с Финляндией, германское запаздывание в поставках необходимого Советскому Союзу военного оборудования. Но более всего премудрый Иосиф боялся, что на Западе будет заключен мир. Перед концом года два убежденных атеиста, Гитлер и Сталин, обменялись рождественскими поздравлениями. Гитлер, Сталин. Лучшие пожелания личного благополучия вам, а также будущего процветания народам дружественного Советского Союза. Сталин Гитлеру. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной. Субтитры создавал DimaTorzok